МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск. Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Махнул, не глядя, в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек? По гамбургскому счету, кто и почему расплачивается за махинации землей бывшего вице-губернатора? Потерянные в детстве, почему пропадают дети, и что делать, чтобы вернуть ребенка? В шпоре рождается истина, какими уловками пользуются современные школьники на госэкзамене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из самых обсуждаемых событий на этой неделе стало спасение детей на Иртышской набережной. Точнее, поступок Александра Ергина, о котором еще несколько дней назад знали только родственники и друзья. Напомню, две маленьких девочки едва не утонули, упав в реку. Отец бросился их спасать, однако сил хватило лишь на то, чтобы удерживать дочерей над водой. На призыв о помощи откликнулся 16-летний Александр Ергин. Он прыгнул в реку спасать детей. Сейчас их уже выписали из больницы, они дома, ну а народного героя сотрудники МЧС готовы представить к награде. Ну а далее о тех, кого впору назвать антигероями. Те, чей долг охранять и защищать зачастую сами нарушают закон. Так в Тарском районе местный инспектор надзора и охраны природных ресурсов разрушает исторический памятник. Мы уже рассказывали об этом в своей программе в прошлом году. После нашего материала проверку организовала прокуратура. Сейчас дело дошло до решения суда, однако сносить незаконные постройки нарушитель не спешит. А моей коллеге Тахминя Тенысову удалось выяснить, это не единственный случай произвола. Тысячу лет назад здесь жили люди. Со времен Средневековья природа сохранила руины домов. В культурном слое археологи наверняка нашли бы остатки посуды или инструментов. Два года назад территорию оккупировал местный государственный инспектор надзора и охраны природных ресурсов Александр Морозов. Он продолжает застраивать археологический памятник. Вот эта вот насыпь, это остатки наземного жилища. Углубление и насыпь за ней, это следы или остатки еще одного жилища, которое частично оказалось перекрыто вот этим сооружением, домом. Поэтому памятнику угрожает разрушение. Еще в прошлом году мы выяснили, никаких документов на этот участок у Морозова нет. Он взял в аренду землю вот на этом поле, а построил базу отдыха в километре от этого места. При этом рыбинспектор продолжает отрицать, что захватил землю, а потом и вовсе усомнился в ее статусе. Знаю, что у вас нет документов на этот земельный участок. У меня были, но ошиблись. На километр? Ага. На 300 метров. Прежде всего, памятника там нет. А вот то, что либо там есть или нет, это покажет экспертиза. До сих пор никто, в том числе и районная администрация, не заставили Морозова освободить землю. Местный глава даже за него заступался. Вы про Мурлинку говорите? Да, конечно. Там земля оформлена давно, все по закону. Вот дома, которые были достроены. Рядом ЛЭП, которую Морозов тоже провел незаконно. Под линией электропередач вырубили более 50 деревьев. Пострадать может еще больше. Там должны стоять алюминиевые шины. Вот в этом трансформаторе содержится плитров 100 масла. Гореть будет очень хорошо. Ну и соответственно и окрестности будут гореть. Суд постановил снести все постройки. Морозов подал апелляцию, которую рассмотрят в областном суде 7 июня. Похожая история, но уже с пожарным инспектором, произошла в деревне Щелканов Катарского района. Евгений Клименко взял в аренду почти 70 тысяч квадратных метров земли у озера, якобы под птичник. Вместо него возвел дома, которые суд обязал снести. Но чтобы не потерять участок, Клименко все же построил птичник, в котором ни одной птицы не оказалось. Здесь же расположено и живописное озеро. Жители нескольких деревень привыкли отдыхать на его берегу. Жарить шашлыки, рыбачить. Однако Клименко доступ к водному объекту ограничил, поставив на въезде шлагбаум. Хотя одно из условий договора аренды – обеспечение свободного доступа к водоему всех желающих. Его, кстати, создавали жители нескольких деревень еще в 60-е годы. Это мы делали лично сами. Его делали, прудили, на СТО работали. Сделали для себя, речку запрудили, в другом месте русло сделали. Еще отец мой делали, а сейчас не разрешают. Отец всю жизнь там рыбачил, дед там рыбачил, прадед там рыбачил. Тут выясняется, что это частная собственность. Отец мне все это рассказал, что его там чуть ли не собак на него травили. Ну вообще история была дикая. И избить грозились. У самого Клименко совсем другое мнение. Скажите, пожалуйста, а почему вы с жителями к озеру не пускаете? Как по-нибудь пускаете? Ну вот шлагбаум у вас стоит. Это чтобы не ездили. Никто теперь и не ездит. А на семи гектарах земли, которые Клименко оформил в собственность, теперь его личный парк. Гостиный домик, катамаран, лодки, беседка, мангальная зона, озеро и лес. Рядом и жилой дом, в котором живет бывший сотрудник ПОЖ-надзора. А захват инспектором рыбнадзора земли в устье реки Муралинка вполне может закончиться уголовным делом. В Министерстве культуры Омской области готовят заявление в полицию. А вот прокуратура на этой неделе направила иск не так давно вышедшему на свободу Юрию Гамбургу и его экс-коллеге Вадиму Миренкову. Надзорный орган намерен взыскать с бывших директора Департамента имущественных отношений его заместителя ущерб, причиненный государству. 130 миллионов рублей. Напомню, в 2016 году Юрия Гамбурга признали виновным в превышении должностных полномочий в период работы директором Департамента имущественных отношений. Чиновник, по версии следствия, способствовал продаже земельных участков по заниженной стоимости. Ущерб составил около 200 миллионов рублей. Однако в ходе следствия некоторые участки были возвращены и сумма ущерба сократилась. Правда, изымали участки не у всех. Те, кто успел начать строительство на приобретенной земле, участок сумели сохранить. Но были и те, кто, потратившись, остался ни с чем. Дмитрий Ковалев встретился с теми, за чей счет возместили ущерб от преступления бывших чиновников. Этот коттеджный поселок 26,5 гектаров земли, который незаконно продал Юрий Гамбург. Большая часть наделов была передана компании Крона. Тогда, в 2009 году, предполагалось, что на некоторых участках у амичей будут огороды. А бизнесмены создадут здесь зону отдыха. Но после нескольких сделок купли-продажи цена каждой сотки выросла в десятки раз. А участки купили амичи, которые захотели здесь построить дом. Многим удалось. Но семье Даниэра Жапарова денег хватило только на покупку земельного участка. В 2011 году за 10 соток его брат заплатил 400 тысяч рублей. Продавцом значился некто по фамилии Кочубей. Последнее звено в схеме по продаже земельных участков. После компании Крона собственником земли в Чукреевке был мужчина по фамилии Кузнецов. Он продал ее еще двум людям. В судебном решении также значатся фамилии Рычков и Каханенко. В 2011 году брат купил участок для семьи, копили денег, что-то для стройки. Пришла повестка суда и отняли участок. Соседи построились, а мы не можем. В Верховном суде рассматривается аналогичное дело. И доводы, которые указывались с нами, они как раз признаны уважительными. И Верховный суд Российской Федерации на них обратил внимание. Поэтому будем надеяться на то, что ситуация в корне может измениться. И решение по данному делу возможно будет прецедентом. Этот участок вернули в собственность города по требованию прокуратуры. Как и десятки других еще до того, как Юрию Гамбургу огласили обвинительный приговор. То есть до официального подтверждения судом незаконной передачи городской земли в частные руки. Несколько раз по ходу следствия менялась сумма ущерба для городского бюджета. Сначала это было 400 миллионов рублей, затем 200. Прокуратурой Кировского округа и прокуратурой города Омска были направлены исковые заявления о возвращении ряда земельных участков на сумму около 70 миллионов рублей. В связи с чем сумма была скорректирована и уже исковое заявление подано на сумму более 130 миллионов рублей. Меньше придется заплатить Юрию Гамбургу и второму фигуранту этого уголовного дела Вадиму Миренкову. В бюджете недосчитались тех денег, которые могли бы потратить омичи на аукционах, торгуясь за земельные участки. Сейчас из собственности людей изымают готовые к строительству наделы. За эту землю омичи заплатили. По сути, скинулись, чтобы сократить ущерб, нанесенный Гамбургом и Миренковым. Землю забрали только у тех, кто не успел начать строительство. Как правило, единственное жилье, если у человека уже стоит дом, допустим, он введен в эксплуатацию, и это его собственность, очень проблематично его снести и очень проблематично уже изъять это единственное жилье, поскольку основания немножко уже должны быть другими. Это вот, допустим, мечта моей семьи всю жизнь, этого дома, всей семьи, у меня сын, двое детей. Если у меня бы отбирали, блин, я лучше бы сам, у меня же жена сразу умрет просто, если будет отбирать. Поэтому мы зарегистрировали все официально, как бы нам сказали, что вы ничего не бойтесь, вы официально зарегистрировали. Вот я. А если пришлось бы, я просто зашел бы туда и жег бы вместе с себя, все эти семьи, потому что у нас больше выхода нет, где жить. Дмитрий Ковалев, Александр Лысак и Артак Мурадян. Омск здесь. После рекламы расскажем, почему в Омске так долго не могли утвердить нормативы ОДН и кому теперь не придется переплачивать. Оставайтесь на продвижении. H.P.I.P. Город звучит. Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Радио Сибирь. На этой неделе в стране отмечали День защиты детей. Было много громких слов о дочерях, сыновьях, о внимании к ним, о будущем. Но обычно мало кто замечает и самих потерявшихся детей, и ставшие привычными призывы о помощи. Ушел из дома и не вернулся. Местонахождение неизвестно. На звонки не отвечает. Пропал без вести. Только с начала года в Омске объявили в розыск больше ста детей. Ольга Качкурова попыталась разобраться, почему и куда уходят в детстве. Ваши ребёнок? Ваши? До 12.0. Всё, мама узнала. Всё, мама узнала, маме в руки даём. Всё, маме в руки даём. Рядом врачи. Всё, всё, всё. История исчезновения трёхлетней Александры Спиркиной, ускользнувшей с дачного участка, и за ночь, прошедшей 13 километров, закончилась хорошо. Ребёнок не пострадал. Но это скорее исключение. Эту маленькую девочку помнят многие омечи. Лиза Бачевская. Вместе с мамой два года назад ехала на такси. Женщина повздорила с водителем. Её нашли с ножевым ранением сразу, а маленькую Лизу искали несколько дней. Таксист увёз ребёнка. Люди приезжали и уезжали. То есть расчёт был такой, что там около тысячи человек. И готовы были ехать, и ехать, и ехать. Мы в 4 утра оттуда уезжали, и народ приезжал. Вся дорога вдоль, вся трасса вдоль изоостровки была забита машинами. Девочку нашли. Мёртвой. Для Татьяны Баншевой, руководителя Омского поискового движения «Доброспас» за 5 лет волонтёрской работы, это были самые тяжёлые поиски. Справиться было сложнее не с физической усталостью, а с эмоциональным напряжением. Впрочем, многие добровольцы к этому привыкают. Участвуют в самых сложных и массовых операциях. Обращать внимание на плотные густые кусты. То есть, получается, залазить в них, смотреть подозрительные вещи. Мало ли что, если вдруг ребёнок где-то потерялся в этих кустах, проходил, он мог там оборвать свою одежду, кусочки одежды. 90% потерявшихся детей – это, как их называют, бегунки. Те, кто из дома уходят регулярно – дети из неблагополучных семей. Их находят быстро, полиция знает, где искать. Сложнее с теми, кто пропал неожиданно. Десятилетний Влад Шкайдеров вместе с бабушкой собирал грибы. Женщина потеряла мальчика из виду на несколько минут. Ребёнка искали 6 часов. Сразу позвонила сыну и говорю, Ваня, вот так и так. Я потеряла Влада. Ну, не говорю, это был не разговор, это был ор, вопль, крик. И крик, вот даже не голос, а вот это вообще. Самое интересное, я вот только вот недавно кому-то говорила. Слава Богу, я об этом могу говорить спокойно. Не получается уже. Перепутал автобус или вышел не на той остановке, отстал от друзей или потерялся в большом магазине. 10-12 лет – возраст, когда риск особенно велик. Мы решили проверить, насколько внимательны и отзывчивые мечи. И попросили сына одного из волонтёров посидеть в частной остановке. Вместе с родителями мы наблюдали со стороны. В центре города на одинокого ребёнка на автобусной остановке, к сожалению, внимания не обратил никто. При этом в реальности потерявшиеся дети из-за сильного стресса ведут себя именно так. Бесцельно бродят по улице, а когда находят место присесть, просто ждут. Иногда часами. Но за помощью к взрослым не обращаются. Специалисты считают, как только пропал ребёнок, нужно сообщать поисковикам и полицейским. Там, кстати, утверждают, что 48 часов, которые якобы должны пройти с момента пропажи, прежде чем заявление примут – миф. Никакого временного промежутка нет. Если возникли опасения, что человек пропал, без вести внезапно исчез, незамедлительно нужно обращаться в ближайший отдел полиции. Единственный способ избежать трагедии, как бы это банально ни звучало, – не упускать детей. Малышей из виду, а подростков эмоционально. Ольга Качкурова, Константин Демиденко и Антон Щетинин. Омск здесь. На минувшей неделе в Омске региональная энергетическая комиссия всё-таки приняла нормативы на общедомовые нужды. Попыток было много, но удалось только после того, как область прославилась на всю страну внушительными цифрами в квитанциях. И, к слову, на следующий день после того, как председатель РЭК ушёл в отставку. Связано ли увольнение с принятым решением? Справедлив ли принятый норматив? И будут ли ОМЧИ в перспективе платить за коммунальные услуги меньше? Вот об этом. В нашей студии мы поговорим с депутатом Горсовета, членом общественного совета при РЭК, Юрием Федотом. Юрий Николаевич, здравствуйте. Юрий Николаевич, неужели действительно вот такие сложные расчёты с нормативом, такое давлеющее, что ли, решение, что из-за него руководитель РЭК даже мог уволиться? Нет, я сомневаюсь, что он уволился по этой причине, потому что, собственно, в самой математике в расчётах не было ничего сложного. Сложности были в том, что РЭК не знал, как считать, например, некоторые величины. Вот буквально накануне отставки председателя РЭК Голубева, у меня с ним состоялся телефонный разговор, где я ему сказал о том, что я вижу серьёзные нарушения при расчёте норматива, связанные с тем, что абсолютно не посчитаны потери технологические. Это нарушение со стороны РЭК? Да. Сначала в марте, потом ещё несколько раз откладывалось, полгода, вот вы сейчас сказали, действительно, думали, считали. Почему так сложно? Почему так долго? Это только у нас в Омской области или по всей России не могли посчитать? Действительно всё так сложно? Честно скажу, не понимаю, потому что многие регионы, предвидя, что у населения вызовет недовольство высокий норматив по электроэнергии, а у нас именно был такой, они ещё перед Новым годом его откорректировали. То есть были регионы, которые к ноябрю приняли новый норматив, были которые к первому января, и были те, которые... Почему тот тариф, который не вызвал возмущения, наверное? Конечно. Все до Нового года платили по приборам учёта. С Нового года было прописано в законе, и это знал, естественно, председатель РЭК, что нужно будет платить по нормативу. И я ему говорил, норматив высокий. Соберите заседание, соберите рабочую группу, пересчитайте, уменьшите его, чтобы не вызвало это возмущение у населения. Они, к сожалению, это не сделали, мы с вами видели эту волну. Почему? Вот возникает вопрос, почему? Не знаю. Формально он тогда сослался, что у него нет методики. Это формально не входит сейчас в его компетенцию, на тот момент не входило. Но, на мой взгляд, это были формальные какие-то причины, которые не были, на мой взгляд, серьёзно обоснованы. Если говорить о тех нормативах, которые всё-таки приняли, вы, как член общественного совета, или, может быть, даже лучше, как потребитель, как их оцените сейчас? Вот те нормативы, которые всё-таки приняли по ОДН? До конца я расчёты не знаю. В смысле, до конца можно только по своему дому посчитать. Поэтому весь массив может, по всему массиву... Они справедливей стали? По всему массиву жилого фонда можно дать ответ, сказать, только энергосбыт. Я действительно, после того, когда эти цифры были опубликованы, как проект, я задал такой вопрос. Энергосбыт ответил, что они примерно похожи на то потребление, как сейчас. То есть на некоторых домах они окажутся меньше. Ну, например, в тех случаях, когда это, например, общежитие с лифтами и электроплитами. Опять-таки, возвращаемся к вопросу потерь. Чувствуете, я говорю о большом энергопотреблении дома, о большом доме, да? Естественно, не очень хороша платёжная дисциплина в общежитии или в малосемейке. Соответственно, вот у них норматив оказывается сейчас меньше, чем фактическое потребление. И тут будет вопрос, будет ли... Кто-то за них платить должен. Будет ли это... Да. Эти все... Вот этот небаланс, он упадёт фактически на сетевую организацию. На ваш взгляд, когда вот наступит та ситуация, в которой все будут довольны, все будут в равных условиях, возможно ли она вообще? Я надеюсь, что в Госдуме всё-таки решение такое о переходе на факт оплаты по приборам учёта примет, то есть Госдума примет, это уже во втором чтении идёт, то тогда мы все с вами можем спокойно выдохнуть и сказать, что теперь у людей есть право железное, которое в законе чётко прописано, платить по фактически потреблённому ресурсу по прибору учёта. Сейчас на некоторых домах я вижу, что приходит квитанция с нулевыми показаниями по УДН. Вот в апреле уже эти ситуации были и в мае. То есть многие управляющие компании... Никий перерасчёт? Да. Многие управляющие компании, понимая о том, что есть, во-первых, такое социальное напряжение недовольства из-за высокого норматива, они сами стали делать этот перерасчёт, потому что у компаний было такое право. Они увидели, что те счета, которые предъявляет водоканал, энергосбыт, покрываются платежами, которые поступили, а эти неплатежи никому не нужны, эти дутые цифры, и они сами стали делать этот перерасчёт. Это не имеет такого прям массового характера, но это хороший пример к тому, что и жителям, и управляющим компаниям завышенный норматив не нужен. Спасибо, Юрий Николаевич, что нашли время, пришли в студию и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Шпаргалки-гармошки теперь не в моде. С помощью каких уловок сегодня списывают школьники на экзаменах? Расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этой неделе в региональном отделении «Единой России» подвели итоги праймери с предварительного голосования. По сути, отбора кандидатов в кандидаты. Победители этих выборов партия делегирует на выборы в городской совет. Процедура внутрипартийного голосования не новая, но в этот раз без сюрпризов не обошлось. Василий Япончинцев расскажет подробнее. Вопреки мрачным прогнозам «Единой России» удалось без скандалов провести процедуру предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты городского совета. Их партия власти поддержит на выборах в сентябре. В праймерис участвовало 127 кандидатов, 13 из которых – действующие депутаты. Выиграли 10 человек. Мандаты могут сохранить Сергей Дроздов, Александр Иванов, Дмитрий Лицкевич, Алексей Сокин, Сергей Быструшкин, Алексей Саяпин, Александр Мураховский, Светлана Студеникина, Виталий Путинцев и Юрий Филатов. При том, что фракция единороссов в горсовете состоит из 22 человек, возможно, ее ждет серьезное обновление. Или перезагрузка, как заявил сенатор о Томской области Сергей Попов. По его мнению, этого ждали давно. Перезагрузка и в этом должна быть. То есть в отношении, в ответственности, в качестве работы – это безусловно. Среди кандидатов стало больше молодых политиков. На это голосование заявилось 54 кандидата в возрасте до 35 лет. 25 852 человека, пришедшие на 90 участков, смогли обеспечить лишь явку в 2,9%. Это хоть и выше, чем в прошлом году, но в три раза меньше, чем в среднем по стране. Теперь победители, занявшие первые два места на 20 округах, должны определиться, как их будут избирать в горсовет. По спискам или по одномандатным округам. Эксперты полагают, что праймерис разрешат конфликты, которые раздирали прошлый состав горсовета. В большинстве случаев проигравший признает свое поражение, уходит. И вопрос о том, кто вправе выдвигаться от того или иного округа, кто моральное право имеет и так далее, он снимается с помощью волеизъявления избирателей. 40% жителей Омской области курят, то есть практически каждый второй, около миллиона человек. Такие цифры озвучили сотрудники Роспотребнадзора в минувшую среду, во Всемирный день отказа от табака. Не пугают курильщиков ни перспективы смертельных болезней, ни штрафы, предусмотренные за нарушение закона. Так, за курение в неположенных местах в прошлом году были наказаны 3 108 человек. В этом уже 1532. К другим темам. В прошедший понедельник выпускники начали сдавать ЕГЭ. Прошли экзамены по географии, математике, информатике. Подготовленные, скорее всего, в ожидании результатов не волнуются. А вот тем, кто надеялся на удачу, понервничать пришлось. Сейчас школьники уже не пишут подсказки на руках и ногах и не распихивают по карманам шпаргалки-гармошки. Новые технологии, которыми пользуются двоечники, изучила Юлия Боброва. Бумажная гармошка в носке и шпаргалка в ручке – это уже прошлый век. Нынешние технологии у желающих списать все чаще – электронные. Одно из самых популярных современных средств, упрощающих сдачу экзаменов – микронаушники. Аренда устройства от 500 рублей в день, а купить его можно за полторы тысячи. Это бюджетный вариант, где без телефона не обойтись. Есть и модели подороже – до 15 тысяч рублей. Наушник через Bluetooth подключается к телефону, сверхчувствительный микрофон прячется под одеждой. Вот, в принципе, и все. Кстати, разрабатывали микронаушники в качестве слуховых аппаратов, а сейчас они популярны не только у студентов и школьников. Ими активно пользуются актеры, политики, сотрудники служб безопасности и детективных агентств. Кстати, дополнением к нано-наушнику может стать GPS-ручка со встроенным микрофоном. С ее помощью общаться с помощником намного проще. Производители обещают – ни члены экзаменационной комиссии, ни металлоискатель такие шпаргалки не обнаружат. Еще один интересный девайс – смарт-часы. Внешне ничем от обычных не отличаются, поэтому снять их перед тем, как зайти в аудиторию, вас вряд ли попросят. Недостатки умных часов – их дороговизна. Цена вопроса – несколько десятков тысяч рублей, и позволить их себе могут далеко не все. Правда, и здесь борцы за пятерки и зачеты пошли дальше и изобрели бюджетный вариант. Часы-шпаргалка. За 2500 вы получите 4 гигабайта памяти, разъем для наушников, функцию просмотра текстовых файлов и изображений. Часы поддерживают аудио и видео форматы и оснащены тревожной кнопкой, которая позволяет быстро заблокировать экран. Те, кто дружит с фотошопом и не собираются учить перед походом на экзамен, идут на ЕГЭ с необычной бутылкой с водой. Все дело в этикетке. Вместо состава и другой полезной информации на ней не менее полезные формулы, даты по истории или сложные слова для сдачи иностранного или русского языков. Краткое содержание «войны и мира» здесь, конечно, не напечатаешь, поэтому этот способ скорее для тех, кто хочет лишь подстраховаться, а не полностью скатать ответ на билет. Все эти способы, обещают разработчики, продавцы и идейные вдохновители, гарантируют, если не отличную оценку, то железную четверку. Все зависит от умения списывать, которым, как известно, в совершенстве владеют далеко не все. Но даже если вас не поймают преподаватели, скрыть нарушение от бдительного ока камеры, снимающей в высоком разрешении, вряд ли удастся. Ну а везунчикам следует помнить, оценка в зачетке, которая была получена благодаря шпаргалке, это всего лишь оценка. А вот попасть, например, на операционный стол к хирургу, сдававшему экзамены с помощью микронаушника, наверняка не самый приятный опыт. Это была программа «Омск здесь». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин